а теперь этапы сначала я поставила трансплантат чтобы уже потом да не заниматься иначе у вас просто костный материал будет вымываться что все равно какая-то очередность вот это есть пришила его с одной стороны внесла материал а там была смесь там была смесь там была смесь вот у правила смешивания вам алексей сегодня даст наверное но он обещал вот там есть для каждого дефекта своя комбинация вот этих препаратов но здесь губка с минеральным компонентом спангиозный порошок и так вот еще что-то кровь мы по-моему единственное что здесь не делали костный клей с ней потому что мы не как бы не успевали у нас вообще была эта история несколько неожиданно как-то это по времени не получилось и хотя я думаю что я хотела а первых мембраны и костный клей я очень люблю очень удобно при больших пластиках вы вместо того чтобы вот это напихивать туда вот прямо одним конгломератом застывает костный пластический материал вы заливаете вот этой жидкостью полученной из центрифуги нет там есть специальная пробирка для костного клея желтый и вот этой штука вы заливаете ее и она в течение пяти-семи минут застывает только его надо погреть чуть-чуть чтобы ему тепло было там есть особенность он в холоде не стынет и он встает просто как единая вот как склейка такая как как студень такой получается прямо с этим совсем его когда например в синус его ставите вместо того чтобы туда это запихивать вот это все по ложечке делать он просто вот единой массы встает это очень удобно во включенные дефекты очень удобно пользоваться ну и естественно что это является кондуктором остеогенеза по понятным причинам мы еще добавляем да туда и факторов для регенерации вот мы разровняли установлен трансплантат с другой стороны ну вот как-то так было еще и к сосочку еще разочек пришила его видите на шовчик этот вот и ушились здесь такого прямо очень большого перемещения коронального не было потому что они не было по сути рецессии но данное препарирование позволило мне первое тщательно очистить очаг согласны вы тоннелем никогда в жизни такого не сделаете визуализация стопроцентно это надежная история возможность установить трансплантат надежно с питанием с пониманием как он у вас стоит где уже не болтается там не пойми где прикрепленный кости не кости не известно к чему ну и превентивно подумать о том что если там может быть поствоспалительная рецессия мы сразу до нивелируем эту историю это авантюра была с моей стороны связи с этим я не не брала денег с пациентки я ей сказала она мне спросила что мне делать я и сказал что ей пойти помолиться она пила курс остеогенона два месяца после операции через две недели как я традиционно и назначается медикаментозная надо пила антибиотик до пяти дней и ну а все остальное видение как всегда традиционно местные ротовые ванночки кератопластик на швы две недели отделяемого нету болей нету после операционный период прошел без каких-либо воспалительных историй чисто спокойно и хорошо три недели я не сняла швы через две недели мне показалось вот здесь вот что у меня еще недостаточная эпитализация произошла я оставила еще на неделю вот через три недели это снятие швов это полтора месяца обратите внимание как себя ведет трансплантат абсолютно симметрично как что мы с костной пластикой делали сейчас что до этого он выглядит вот и вот так это говорит о том что там растут свои сосуды вот это три месяца да пока осмотр а куда в какой карман а в какой нет до шести месяцев мы ничего не трогаем а чё тут обрабатывают где вы ее видите мы вчера разобрали две недели анима полосе и мажем то я только что сказала вы спали где-то все то же самое ведение стандартное всегда ротовые ванночки кератопластик в моем случае это масло или гель вашем случае то что вы имеете в арсенале в своем метро гилден то назначать нельзя я назначаю вот то что вам подарили метро аминдозол препятствует регенерации это первое он нарушает биоциноз полости рта после отмены метра метрогила мы наблюдаем обострение любых продонтитов генгивитов и так далее это связано с чем как вы думаете у меня просто с микробиологии очень все на ты я поэтому могу как бы очень-то долго с вами беседовать на эту тему но нарушение биоциноза полости рта конечно то что мы между прочим с вами вчера сами вдвоем обсудили что вы тоже стараетесь не не использовать никакие не да и мы же вообще мы просто вчера обсудили я даже хлоргексидин изредка назначаю то есть он 012 который это редко при острых воспалительных каких-то ситуациях когда у нас чистый пластический вот пожалуйста есть природные антисептики которые позволительны к применению любой длительности я лечу парадонтит механическим устранением причины что 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 а я не знаю что это такое я не я не знаю не знаю не знаю и просто не стану не сталкивалась это зависит от того как вы лечите свой парадонтит если у вас там после вашего вектора заполированные камни на дне кармана лежат так конечно если вы не зальетесь своим хлоргексидином вас по опять все будет воспалено а если вы это сделали правильно сделали скейлинг зонок специфическими кюретами и от руд плейнинг которые от провалили правильно корни тогда вы можете использовать хоть зеленый чай но после вскрытия абсцесса я вообще назначаю мой такой есть при любимый препарат он содержит йод сейчас я вам скажу как он называется бетадин да в разведениях один к десяти потому что у нас однопроцентной формой не происходит у меня нету просто такого у меня нету такого клинического приема на котором ко мне приходят пациенты с абсцессами у меня нету таких пациентов просто это недоработка общая не должно это вообще должно быть нонсенс абсцесс парадонтальный это значит что этот пациент не санирован естественно не хочет будет ну